Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня нас ждет очередная подборка страшных видео. В этой подборке мы посмотрим 15 жутких видео от очевидцев, которые утверждают, что им на камеру попалось нечто необъяснимое. Устраивайся поудобнее, прожимай лайк, подписывайся и не забывай прожать колокольчик, ведь так ты будешь всегда в курсе новых видео на канале. Приятного тебе просмотра, погнали! Ставь себе это. Ты находишь дом своей мечты, сможешь найти его перевезти, и только тогда узнаешь, что этот дом – настоящий преследуемый призрак. Да ладно. Именно это и случилось с друзьями тиктокера Лоран Чи. Друзья тиктокеры. Она помогала им перевезти и сняла небольшое видео, чтобы отпраздновать это событие. Только тогда они обнаружили, что в этом доме уже кто-то живет. Блин, ну это какая-то подстава в любом случае. Посмотри налево от парня в твердом районе, ты можешь увидеть призрачную женщину, которая смотрит на новых домовладельцев. Возможно, она оценивает их и решает, как она себя развивается. Хе-хе-хе-хе. Я бы не зашли не смог заснуть в этом доме после просмотра этого фильма. Если ее друзья... Да мы-то не... Они не видели тогда этого. Значит, они храбрее меня. Да. В марте 2015 года. Нужно перекусить, говорит, в марте ему. В марте, да, надо особо подкрепляться, видимо. На видео видно, как малыш, одетый в ботинки и зимнее пальто, переходит оживленную дорогу в тюрьму. Что он делает до дна? Лядин. Позже на другой камере видно, как малыш открывает дверь заправочной станции и направляется внутрь. Позже владелец магазина сказал, что не мог поверить своим глазам, когда ребенок пошел один и положил на прилавок папы. Она хотела конфет. Владелец магазина вызвал полицию и помог ей благополучно добраться до подсобного помещения, где она могла подождать. Когда прибыла полиция, они взяли ребенка под стражу, а позже нашли ее родителей. Сержант полиции был запечатлен на камеру, он объяснял родителям, зачем это нужно. С ней могло случиться все, что угодно, хотя ребенка называли везучим, очень умным и независимым, тревожная... А паранормальность тут при чем? Везучим ребенком, безусловно, не поддается никакой логике. Так, тут, короче... Что вы слышите? Ураган. 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 Или землетрясение, знаешь, что-то такое. На первый взгляд может показаться, что это паранормальное явление. На кадрах видно, как что-то электрясение... Не, ну здесь как будто бы... ...ветер усиливается. Ураган. ...слишком активным, чтобы это могло быть просто вентиляционным отверстием. А может быть это призрак? Нет. Через некоторое время журнал выбрасывается, свет гаснет и поднимается ветер. Вскоре весь зал ожидания оказывается стерл с лица земли из-за мощного торнадо. Во. Мощный торнадо. Мелкие и крупные обломки поднимаются и уносятся прочь. Через несколько секунд весь зал ожидания опустится. Опять же, уже второй видос, да? Непонятно, что за паранормальность нам хотят показать. ...что торнадо перевернуло все здание на четверть дюйма. Одна женщина, комментатор Сьюзи 4176, также написала, что она работает в больнице Мерси Джоплин, которая раньше была больницей Святого Рада. Она делится своим опытом, написав. Когда видео впервые было выпущено для коллег, оно сопровождалось предупреждением о том, что видео плохое. Наш мир, который ночь изменилась, но в ту ночь мы стали семьями птицей, которая сеет хас среди местных жителей. Сердитая птичка. В этом выпуске новостей... Не выпускает никого. А, бегом, бегом! Она пистальонов. Просто дрессированная птица. Видно, как житель этого дома выходил из дома, но тут на него налетел ястреб и чуть не снес его боль. Теранул. Очевидно, такое случается с теми, кто подходит слишком близко к ястребу. Что похож на крысу. Также видели почтальона, который высматривал ястреб. Когда он решил, что все чисто, он бросился к зеленому чиновому грузовику. Местный житель говорит, что ястреб пытается погладить тебя по голове, даже если ты пригибаешься, как видно на видео. Он добавил, что ястреб сделал круг, чтобы вернуться... Ну и в этом паранормально себя заключается. Я бы назвал это не паранормальное видео, а странное видео. В другом ролике видно, как мужчина бежит обратно к храму, после того, как заметил сверху пикирующего бомбардировщика ястреба. Эй, задрал ты уже. Когда вылупившиеся птенцы ястреба покинут гнездо, все жители должны быть в безопасности. А до тех пор... Силбан. Тиктокер? Тиктокер? Рэйчел Эйч записывала видео о новом телевизоре, который она только что установила, когда заметила, что это его отражение. Как вы можете видеть, со сменой Рэйчел у окна ничего нет. Но когда она переключает камеру вперед, чтобы запечатлеть телевизор перед собой, над ней нависает темная фигура, подсвеченная на улыбке. Сначала фигура остается неподвижной, но через мгновение исчезает из кадра. Это ужасно. Это что, демон? Какая-то призрачная фигура? Это по-любому демон. Это по-любому обычный призрак? Комнатный. Что бы это ни было, Рэйчел должна прийти к Токер Мондо. Вот совет к 20-ти, который нищет, собирай свои вещи. Но возможно, призрак просто хочет посмотреть телевизор. Вот именно. Негостеприимная ты очень просто. Чувак, крокодила выглядывая. Оно опубликовано в ТикТок Собака КПК. Джейд, это леденящая душу, видео было снято во флоридских Эверглейц. Крокодила, сомби. Но он даже не подозревает, что является приманкой. Стоя у кромки воды с удочкой, он натягивает леску. Ты видишь, как приманка движется по поверхности воды. Но то, чего не видит женщина, снимающая на видео, скрывается в темных водорослях. Смотри внимательно. Женщина делает более широкий шли. Кажется, все они замечают это. Вон крокодил. Даже те, кто смотрит видео. ХОЛЫЙ ШЕЕТ КРОКОДИЛ Это же КРОКОДИЛ ТикТокер Ризи пишет в комментариях, я даже не заметил аллигатора, пока не заметила она. Я тоже не заметил. Я сразу увидел, кстати. Видеонаблюдение запечатлело таинственную фигуру на этой кашке. В публикации ГОСТ-чинал, опубликованной в апреле 2022 года, фигура впервые появляется в темноте, выглядывая из-за крыши. Затем она перемещается в сторону, прежде чем снова. ХУЛИГАНЫ После этого сетка, натянутая на дверной проем внизу, выглядит так, будто ее подрезали. Одна ее сторона опускается, а затем начинает двигаться, как будто что-то мешает. Это что-то оказывается человеком. Когда он поднимается, чтобы закрепить сетку, фигура снова появляется на крыше, на этот раз в виде призрака в натуральной величине. Фигура исчезает, когда мужчина ложится спать. Она появляется снова, и бутылка внизу начинает катиться по тротуару. Она исчезает, но бутылка снова начинает катиться без объяснения причин. Затем в конце коридора появляется еще... А ветра нет, да, кроме бутылки сничтожных? Эта фигура медленно движется в комнату на противоположной стороне коридора. Это какой-то японский прамок. Спящего мужчины, а затем другой предмет рядом с его головой падает на тротуар. Это пробуждает мужчину, который притягивает его обратно к себе, но только для того, чтобы он снова отлетел, покатился по тротуару. Кажется, чел много трещит. Спящий человек теперь полностью проснулся. Он встает и покидает на щит. Полностью проснулся? Но мне кажется, что он убегает недостаточно быстро. Зовет тебя. Ой, он недоумевает, почему это дурно не бывает. А, это наши любимые... Балиуэр объясняет, что произошло. Балиуэр, Балиуэр. Он, кажется, тянет что-то позади себя. Они подходит в лежит две тени, аааа. Что-то его кора местами поцарапана. Затем они слышат женский смех. Че-то такого улыбки не может. Это, наверное... Помните, мы видели ролик, где на дереве мужик сидел, и там якобы кто-то еще. Это, наверное... До. Они еще не дошли до этого. Когда ой снова касается дерева, где-то в темноте раздается скрип. Это происходит во второй раз. На заднем плане также слышен женский голос. А это звук был... Обосрался оператор. А чуть позже раздается еще один, еще более жуткий голос. Ну, по всей видимости... Где этот призрак? Зачем она привела его? Я думал, там то, что сейчас это силуэт. Я думал, это сейчас про эту... Не задерживайся здесь, чтобы выяснить это. Нам тоже, мы еще пока ничего не поняли. В июле 2019 года мужчина несет своего ребенка ночью на улицу, когда что-то проносится мимо на заднем плане. В свете уличного фонаря видна фигура... А мы что-то подобное видели, да? По-моему. Пугающий фактор заключается не столько в том, что человек... Пробежал, не знаю. Или это я уже... Я уже запутался во всех этих видео. Сколько в том, что он двигается так резко? А почему он так быстро исчезает из виду? Один человек в комментариях предположил, что это Кунтиланак, мифологическое существо в Индонезии, похожее на женщину-вампира в белом, которая стремится отомстить ничего не подозревающим мужчинам. Это то самое существо? Вум прям сразу, мелкий-то тут причем, он только... Хотя я не могу сказать, что это идеально. Глаза, блядь, раскрыл на мир. Туман или привидение? Статья, опубликованная в апреле 2021 года, Сабелла Кёртиса... Да это не туман! Это дом моей мамы на заднем дворе, который граничит с лесом. Это вот в ролике, где в лесу... У меня есть, я на ночную камеру, я дышу и видны пары и пусто. И свет на крыльце включается... Как будто здесь что-то в этом же роде, где-то чуть теплый воздух прошел какой-то... На кадрах видно, что камера видеонаблюдения сработала сразу после полуночи, но похоже она не зафиксировала никакого движения, за исключением этого. На крыльце тоже горит свет, что означает, что кто-то или что-то находится внутри. Через мгновение свет гаснет, но затем снова включается. В результате срабатывания камеры видеонаблюдения, включения и выключения света, и появление этого дворяя света... А это что такое смешная будка перед домом собачьих? Что же на самом деле здесь происходит? Сообщение по законному супредителю. Юхан Тадлака пишет... А мы уже сразу должны были увидеть что-то? Обратите внимание на большую коричневую массу, которая очень быстро движется слева. На видео видно, как пара прогуливается по лесистой местности. Примечательно, что на женщине футболка с надписью «Секретные материалы». Ха-ха-ха, очень примечательно. Она просто думает, что похожа на вот женщину-окрис. Именно тогда они видят причудливую коричневую массу, о которой идет речь. Я бы даже не заметил. Эта масса полупрозрачной и, по-видимому, не имеет какой-либо различимой формы. Похоже, что она летит в жену оператора. В то время как скептики в комментариях думают, что это может быть ветка дерева, или что-то свисающее с нее, искаженное быстрым движением камеры. Некоторые редакторы говорят, что это выглядит как хищник или часть кенгуру, или как хищный тредитер на этой руке с кенгабу. Так что я думаю, он победил на Реддит. За спиной этого интервью. Так... Ну-ка, ну-ка, какая рука? Сериал Паранормальный Кошмар выйдет в марте 2022 года, внимательно следите за правым плечом этого человека. Бледная фигура слева от шеи мужчины машет руками. Это призрак? Комментатор Крэнки Борис определенно так думает. Она пишет, как верующий скептик, Я всегда стараюсь сначала найти логичные ответы. Где? Я подумала, что, может быть, это не в фокусе. Ветки колышутся на беду. Но чем больше раз я наблюдала за этим, тем чаще можно было увидеть женскую фигуру с двигающимися руками. Ну вот, да, я теперь отчетливо увижу прям человека. Следующий раз им стоит попробовать взять у нее интервью. Да, в следующий раз попробуйте взять у нее интервью. Сатанинские ритуалы, включая жертвоприношения. В статье, опубликованной Крисель в 2021 году, этот исследователь паранормальных явлений может стать следующим. Проходя через пугающее сооружение, Крисель видит, как что-то проходит мимо соседней двери. С бутылок сделана барная стойка, что ли? О! 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 О, это женский Болливуд. Чуть позже они услышали какие-то звуки, а потом еще раз. Они подошли к двери, но, похоже, там никого нет, хотя Крисель чувствует, что кто-то есть. Тогда они определенно сидят. В первом кадре показалось, как будто бы, когда исчезла эта штука, как будто она прям наложенная была. О! О! Пошечки! Скучи, 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 скучи! Ну что, что, что? Это из сомнений одно из самых страшных мест, как будто писать захотел бы так забыл. Похоже, что ей и ее команде повезло выбраться оттуда живыми. себе них походу контент такой они набрались зеленые шарики еще чего-то и вот так ученька уже ездит во все места просто похер по ходу куда и раскладывают эти свои датчики и тоже походу постановщики да по любому постановщики звук над гонконгом гром люблю грозу в начале мая когда они в россии не были у нас снег в начале мая с верхнего этажа своего здания около часа ночи он описывает его как низкий звук похожий на грохот металла или тонущего корабля он говорит что в небе не было как ты много говоришь и это продолжалось довольно долго примерно на три минуты город внизу выглядит как обычно по-моему это звучит индустриально как тяжелое машиностроение но грохот какой-то странный и временами напоминает он то прекращается то начинается снова и кажется что даже раздается у одного человека в комментариях есть теория относительно того что это ну ка южеву пишет это явление называется ангельский рог в настоящее время ангельский рог я говорю короче уже просто из всего делает паранормальный кто-то где-то рядом пёрнул-сёрнул на заднем фоне какая-то баба все паранормальный отправлять потому что звук сжатый из-за кучевых облаков но реальной теории очко у чувака сжатый и фантазия слишком разыграна даже если это и так объяснение без объяснения причин очень тревожен ну что ж вот такая вот подборочка у нас получилась в половине видео мне показалось что зачем их вообще нам показывают там нет ничего необъяснимого по большей части мне показалось что она странная а как показалось тебе обязательно пиши свое мнение в комментариях я буду рад его прочитать на у меня на сегодня все увидимся с тобой в следующем видео ведь дальше будет только интересней а с вами был канал крик меня по-прежнему зовут александр и помни страха нет он лишь в твоей голове финанс прячем в конце в конце